Всем привет! Продолжаем рисовать таких скидоксителей. Сегодня будет концутора, которую вы часто просили в комментариях, так что все будет нормально. Его рисовать не так уж тяжело, да и один глаз у него закрыт. Рисуем сперва вот такой вот... Как это можно сказать? Какая-то фигура? Прямоугольник без прямых уков. И рисуем вот такую вот маленькую черточку снизу. После чего начинаем рисовать такой же глаз. Прямоугольник без прямых углов. Овал с прямыми углами. Я не знаю. Не дорисовываем его до конца и внутри дорисовываем. И красим его в черный свет. Получается вот так вот. Отлично. Нарисуем верхнюю линию. После чего... Родинка. И нос. В таком месте нос находится весьма высоко. Как можете заметить, он находится очень высоко. Если бы я рисовал это не мой, я бы сделал нос ниже. Но это не я рисую, это из-за не мой. Поэтому придется рисовать так, как там есть. Рисуем линию. Это будет ворот. После начинаем рисовать волосы. Примерно с точки родинки. Немножко правее. Ну, в общем. Идем до хрена вправо, влево. Рисуем вот такую вот часть волоса. Локон. Так называют их бананами. Я читал монго, аниме не смотрел, поэтому не думал, что они зеленого цвета. Я не думал, что они такие темно-желтые. И во волосы. Я думал, поставлю по-другому, если честно. Оказывается, много разных вещей в аниме другие. Так что... Не знал я. С рта делаем точку. Вот такой вот. Я сделал прямой угол, но советую вам делать этот угол немножко вбок. Как можете заметить, он на уровне родинки. С той точки идем вниз на уровне родинки к рту. Надеюсь, поняли, да, что я сказал. И соединяем эти точки, которые прямо по центру. Получается такое вот квадратно-образное лицо, но это характерная рисовка таких синг-пустителей. Если вы замечали, все персонажи такие. И такие мечи, майки немножко по-другой, и драки немножко по-другой. Но остальные персонажи, например, рисуются так. Это характерная рисовка таких синг-пустителей. Большие уши, такой углопрасной формы челюсти и квадратные глаза. Это характерная рисовка таких синг-пустителей. Рисуем эти бананы. Да, в целом, не важно, как они будут выглядеть. Главное, рисуем эти бананы. Бананы, серьезно. Как будто ананас. Я его тогда рисовал, и такой думаю, блин, похоже на ананас. Или на чешую дракона. Ну, бананы, серьезно. Не желтые, это бананы. Были красные, вот драконе чешуя была бы. А так, бананы. И вот отсюда делаем точно такую же хренатень. Под углом. Линия рта. И соединяем их с вот этим вот. Нижней частью. Классно находится под волосами. И все хорошо. Можете сделать волосы побольше, тогда и рисовать эту часть, которую я сейчас рисовал, не понадобится. Просто придется соединить их на волосы. Тогда будет более-менее нормально. И рисуем ухо. Удивительно. Ну, в целом, знаете. Ему 16, он посидел в тюрьме. Поэтому у него-то есть татуировка. Тигра. Что я могу сказать? Это аниме классное, классным сюжетом. Но... Я не могу его смотреть. Просто факт того, что это школьники, которые младше меня даже, задают группировки, банды. И убивают их друга. И у них татуировки. Что... Если бы это были, типа, люди возраста 20-25 лет, то можно было бы представить, да, типа... Они набрались опыта, дерутся хорошо и, типа, все нормально. Они могут это себе позволить. На школьники, которые в 16 лет, которые... Да, моя дюка, там вот талант, типа, талант, все равно, блин. Это так не работает. Я понимаю, почему я так сделал. Потому что, ну, школа. В основном, аниме популярно по школе. Это первая причина. И вторая. То, что такие мечи отправляются в прошлое на 16 лет. Конечно, на 12 лет. И, типа, если бы ему было примерно 36, то это было позже. Зимать надо, типа... Он бы не мог бегать, в целом. Вообще, все было по-другому. Поэтому это оптимальный вариант для автора. И это понятно. Двух сайдцев одним ударом. Но все равно это делает очень-очень тяжелым сюжет. И восприятие сюжета тоже тяжелым становится. Так что... Надеюсь, вы меня поймете. Это аниме. Я оцениваю всем. Виспадая аниме, мангу, всем оцениваю. 7 баллов. И 10. Не больше. На автору мне занимает 10. Потому что он бисфиллеров. Это великолепный шедевр. Тем более, это еще детский моя любовь. Так что... 10-10 это беззаказно. Так что да. Поймите. Да, я несправедлив. И что? Мне пофиг. Там просто рисуем банан. Вот банан и все. Чтоб никто не говорил, что там видно все. Бананы. Теперь рисуем татуировку и нижнюю часть его одежды. И все, рисунок готов. Весьма несложно. Легко и просто. По сравнению с тем, что вы рисовали... О, это... Видите. Конечно, самый легкий у нас тут кто? Кого мы рисовали самих легких? Какаши, Итачи. Есть легкий туториал про них. Ну и Чиви некоторые. Тоже легко рисовать. Этот по легкости я оцениваю в... Если Саски и... Ой, Саски. Ой, Саски. Видите, Итачи. Скакаши были примерно... С легкостью 7 из 10. Потому что есть еще легкие рисунки. Даже 5 из 10. Потому что есть реальность. Легкие рисунки, которые вообще... Его можно рисовать вообще легко. Это, наверное, будет 4 или 3 из 10. По сложности. Что такое 10 из 10? Это... Супер-пупер легкие рисунки. Как Стикмэн и что-то подобное. Так что... Вот так вот. Так что всем удачи. Всем пока. До скорых встреч. Скоро увидимся. Бай-бай. Надеюсь, вам понравилось. Бай-бай.